Здравствуйте. Microsoft готовит первое крупное обновление Windows 11. Только ленивый не написал о том, что уже вот-вот это свершится. Последняя инсайдерская версия доступна и обновляется. Есть ли там что-то заслуживающее внимание? Давайте посмотрим на некоторые обновления. Открываю сведения о системе. На этом компьютере установлена Windows 11 Pro 22H2 вот такой сборки. Возможно, когда вы будете смотреть это видео, будет уже новее, а может быть выйдет уже финальная, не инсайдерская версия. Я посмотрю на этой. В начале ролика мы уже успели насладиться замечательной крутилкой, которая должна прийти на смену шарикам из Windows 10. Пока она отображается только при загрузке системы. Многие нововведения 11 версии наталкивают на мысль, что сегодняшние разработчики Windows 11 взяли на вооружение один простой прием. Они удалили некоторые вполне удачные и востребованные функции, которые были в Windows 10. Теперь они начинают их понемногу возвращать. Таких обновлений несколько, скажем так, на обложке, то есть на рабочем столе и панели задач. Но начнем с примера браузера по умолчанию. В Windows 10 можно было переключить приложение в дефолтное одной кнопкой. В Windows 11 кнопка пропала. Вместо этой кнопки нам предложили выбирать типы файлов из длинного списка. И вот в последних официальных обновлениях 11 версии кнопка вдруг появилась. Наверняка это останется в официальном релизе и пользователь сможет без затей сделать дефолтным скачанный Google Chrome. Давайте все же об обложке. В 22H2 можно будет перетащить приложение на панель задач. Это не получится сделать из меню пуск, но если открыть все приложения, то при перетаскивании создается ярлык. Часто используемое приложение можно быстро перетащить и так же быстро открепить от панели. Я выровняю панель по левому краю. Я так больше привык. Есть еще хитрое перетаскивание. Если на рабочем столе или в папке у вас лежит документ или другой файл, то его можно перетащить в открытое приложение, работающее с этим файлом. Не очень понятно. Давайте на примере. Предположим, я работал с блокнотом. Затем я свернул его. На столе у меня лежит текстовый документ. Я могу перетащить его на миниатюру блокнота. Но если отпустить здесь, то ничего не получится. Нужно ткнуть в миниатюру, а затем перетащить в окно приложения. Файл открылся. Уверен, что кто-то очень ждет этот апдейт. В меню пуск есть изменения. Здесь, как известно, две основных области. Закрепленное приложение и рекомендуемое приложение и файлы. Если открыть меню и кликнуть правой клавишей по свободному месту, то появляются параметры меню пуск. В верхней части окна появились три макета настроек. Можно отрегулировать размер областей, закреплено и рекомендуем. Первая настройка сделает больше закрепленных приложений и минимум рекомендаций. Вторая настройка по умолчанию и третья меньше закрепленных программ и много рекомендаций. Посмотрим, как по умолчанию. Как видно, у меня уже сейчас минимум рекомендуемых. Если я сделаю больше закреплений, то рекомендуемых приложений в данном случае не видно. Возможно, если я буду открывать часто те или иные файлы или приложения, они здесь появятся. Также можно их посмотреть, нажав на эту кнопку Дополнительно. Если выбрать Больше рекомендаций, то видно, что закрепленных приложений стало меньше, а рекомендуемых больше. Я оставлю первый вариант. Теперь в меню Пуск можно создавать папки с приложениями простым перетаскиванием. Если кликнуть по папке, то можно запустить приложение. Также можно присвоить имя папки. Просто кликаю сюда и ввожу придуманное название. Если открыть окно и навести курсор на кнопку Развернуть, то появляется фича Windows 11, Snap Layout, можно перевести как привязка макета. Но о нем чаще упоминают именно как о Snap Layout. Можно прижать окно в любую из областей. В новой версии обещают новый вариант, если ухватить окно за заголовок и потащить, вверху всплывает вот такая шторка. Надвинув окно на нее, можно сделать то же самое. Прижать окно на часть экрана. Если при этом открыты и другие окна, то будет предложено выбрать окна для свободных областей. Предложение зависит от того, какую часть окна выбрал пользователь. Если половину, то другое окно будет предложено прикрепить тоже к половине. Если четверть, то система будет поочередно предлагать другие открытые окна для каждой свободной четверти. В версии 21H2 при правом клике по объекту, файлу или папке, появлялось новое контекстное меню Windows 11. Если выбрать пункт Показать дополнительные параметры, появляется классическое контекстное меню. В новой версии должна быть добавлена такая функция, если нажать и удерживать Shift и кликнуть правой клавишей по объекту, то сразу появляется классическое длинное меню. В версии 22H2 появилась новая настройка персонализации. Открываю фон. В этом выпадающем списке было три пункта Фото, Сплошной цвет и Слайд-шоу. В новой версии планируется пункт Windows интересное. Если выбрать его, на рабочем столе появляется вот такая иконка. С новой настройкой обои будут обновляться автоматически, ежедневно. Они берутся из поисковика Bing. Наверняка вы уже видели, как это работает на экране приветствия Windows. Теперь настройка добавляет такие обои на основной и все остальные рабочие столы, с которыми вы работаете. Если сделать правый клик по иконке, то она позволяет открыть на карте место изображенное на обоях, поставить лайк или дизлайк этому изображению. Этот пункт сейчас не активен. Когда он работает, то позволяет перейти к следующей картинке. В проводнике версии 21H2 пока не обещают завести вкладки. Посмотрим, что здесь ожидается. Если открыть параметры проводника. Здесь есть выпадающий список. Открыть проводник для. В предыдущей версии здесь быстрый доступ и этот компьютер. Теперь здесь главное. Этот компьютер и OneDrive. Главное это аналог быстрого доступа. OneDrive для тех, кто активно пользуется этим облаком. Я предпочитаю этот компьютер. Обычно я для себя отключаю эти пункты. Их кстати стало больше. И на вкладке Вид снимаю галочку Скрывать расширение типов файлов. При желании можно сбросить настройки по умолчанию здесь и здесь. Мне нравится такая настройка. Как мне кажется, так больше свободного места и меньше отвлекающих объектов. В библиотеках Windows 11 папки имеют эффект предпросмотра. Закрытая папка получает фон того, что в папке лежит. Если открыть изображение и изменить вид, то мы видим, что появились изображения предпросмотра. Также хочу отметить, что многие подобные эффекты работают только при запущенном OneDrive. Если выйти из облака и убрать из автозагрузки, эффекты частично пропадают или работают неполноценно. По этим иконкам видно, что OneDrive серьезно интегрирован в проводник и систему. В коротком обзоре останавливаться не буду. Тем более, как мне кажется, это облако пока не настолько популярно. Я рассмотрел только некоторые обновления, в основном визуальные, в версии Windows 11, 22H2. Есть и другие. К примеру, новое окно удаления обновлений системы, обновленный диспетчер задач, новые индикаторы громкости, яркости, некоторые другие. Если активно поддержите это видео, запишу вторую часть. Спасибо за то, что смотрите мои видео. Особая благодарность тем, кто оказывает материальную поддержку. Тем, кто подписан на мой Patreon и Boosty. Если видео было полезно, поставьте лайк. Возможно, видео будет полезно вашим друзьям, близким. Поделитесь с ними, пожалуйста. Подписывайтесь на канал, если еще не успели. Включайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Всем зрителям желаю здоровья. Меня зовут Евгений Юртаев. Скоро увидимся.